Украинские спецслужбы получили переписку российского генерала за полтора года войны. Говоря о таком, представляю, что теперь у нас есть тайные планы Кремля, секретные документы и контакты агентов. На деле же быт российских офицеров оказался не такой, как в фильмах. Любовные переписки, измены жене, попытки скрыть перестрелку своих солдат и безропотное признание. Мы сами уничтожили свою технику и сдались в плен, потому что проспали наступление. Сегодня речь пойдет о тайной жизни генерал-майора, заместителя командующего 11-го армейского корпуса Алексея Полякова. Сказочная быль, а не сказка, как враг с самолетом. Неизвестные нам снили. Любовное похождение Полякова – это отдельная история. Своей жене, тоже военной медсестре, ненасытный генерал постоянно отправляет фото своего полового органа, требуя от нее ответных фото. При этом, как водится у военных, переписка зашифрована. То самое в сообщениях называют пекинесик. Но пекинесик, как и любой кобель, особой верностью не отличается. У любвеобильного генерала по перепискам журналисты Телебаченя Торонто насчитали как минимум четыре любовницы. Я в ванну и к тебе. Ну давай приеду, давай приеду. Пошли всех нафиг один раз. Какой там адрес, я не шучу. Но супружеские измены генерала пекинесика далеко не самое интересное из его переписки. В общении с боевыми товарищами всплыла масса интересных фактов. К примеру, в переписке с военкором старше Эдде, который также служит в армии РФ, поляков долго обсуждает уничтожение двух украинских леопардов. Два танка застряли и стояли на раздорожье. Все время, пока ВСУ работали над эвакуацией техники, россияне старались подбить танки. Но артиллерия, дроны и даже запуск КАБа с вертолета результатов не принесли. В итоге танки уехали, а россияне получили награды за их уничтожение. Я видел, да, всю эту хуйню. Там, значит, они одни на себя записали Д-30, что из Д-30 они от Леопарда п***нули. Други из его группировка записала, что, блядь, ланцетом п***нули. Еще эти написали, что ФИПВ дрона п***нули. По итогу с***ались. Я, конечно, могу, блядь, в это выставить, ну и сказать, ну, блядь, там уже всех наградили в орден мужества деньги. А танк, да, танк с***ался. Зато по своей технике россияне стреляют намного удачнее. Одну из таких ситуаций Поляков обсуждает с приятелем, вероятно, полковником ФСБ Денисом Гущенковым. Зоопарк, скорее всего, наши п***али. То есть наша ракета была. Это не точно. Перепроверяем, уточняем. Скорее всего, ВКС работали по указанию главкома, ушли с траектории, и наши не отключились, и ракета свернула, то есть увидела ближнее излучение. Ракета в ж***у прилетела. Пипец. Обидно как. С тем же Гущенковым генерал Пикинесик обсуждает и провалы собственных бойцов, открыто рассказывая, что те проспали в окопе украинское наступление и попали в плен. Несмотря на такое командование, в российском парламенте отзывы о Пикинесике исключительно положительные. Легендарный комдив, о котором говорят бойцы, потому что знают, что он не только великолепный стратег, талантливый руководитель, но и, самое главное, человек, который делает все, чтобы сберечь жизни солдат. Талантливый руководитель, к слову, так организовал службу в своих подразделениях, что техника безопасности там на наивысшем уровне. Товарищ полковник, здравия желаю. Сегодня ночью в 4.88 в ходе несения службы дежурный по парку по неосторожности застрелил гневального своего. Сейчас разбираемся. Там что-то они дурачились, играли между собой. Один у другого телефон там что-то отбирал. И в итоге тот передернул затвор, магазин отнял, ну, то есть снял с автомата, не задумываясь о том, что патрон в патроннике был, взял и выстрелил в этого солдатика. Самое главное, что волновало Полякова после этого доклада, чтобы информация не попала в СМИ. Похоже, единственный, с кем Поляков был откровенен в переписках, это его пасынок. Когда тот написал, что денег нет и он собирается на СВО, ответ генерала был весьма патриотичным. Работы просто нет сейчас. Успокойся, не вздумай ехать сюда. Здесь платят немного, здесь война, а не учения. Но отмазать сынишку совсем не удалось. И тот хоть и мобилизованный, но теперь личный водитель командира дивизии. Интересно, как на его службе скажется обнародованная информация про его отчима, а также, что теперь про генерала скажут его подчиненные и руководство. Ну и, конечно, отдельный привет хозяйке Пекинесика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова